Как психология, темперамент сочетаются и связаны с предпринимательством? Очевидно, вы широко известны за комментарии по психологии в других областях, но, может, мы можем сфокусироваться на этом. Многое известно о том, что предсказывает успех в разных областях на протяжении всей жизни, скажем так. И первый вопрос — это, если мы пытаемся проанализировать что-то вроде успеха бизнеса или продуктивный успех, как правильно разбивать на категории. Если вы пытаетесь категоризировать работы, например, что оказывается довольно сложным, простейшая концептуальная схема, которая применима и приводит к чему-то, — это матрица 2 на 2. Это простые работы и сложные работы. Это первое, что стоит осознать. На самом деле это непрерывный показатель, но простая работа — это та, где после обучения вы просто повторяете то, что делаете. Работа на заводской линии будет примером такой работы. Или работа кассиром в продуктовом магазине, расстановка продуктов на полках магазина или подобные работы. Лучший предсказатель успеха в таких работах — это черта характера добросовестность. И добросовестные люди аккуратны и трудолюбивы. Мы точно не знаем, почему они такие. Похоже, это связано, как ни странно, с такими вещами, как чувствительность к отвращению. Так что, может быть, люди добросовестны, потому что испытывают отвращение к себе, если они не полезны, и виноватыми. Они чувствуют вину, если они не участвуют в продуктивной сфере. Может быть, это показатель как бы сложной социальной ответственности. Но это звучит полной противоположностью большинству предпринимателей, которых я знаю. Да, но в этом-то и дело, что предприниматели — это другое. Так что для простых работ IQ, интеллект, предсказывает, как быстро вы научитесь работать, но не как хорошо вы будете работать после этого. Это предсказывает добросовестность. В основном, если вы нанимаете людей, вам нужны добросовестные люди, которые... И это самое важное. И второе по важности — вам нужны люди с относительно низким показателем черты невротизм, что есть измерение негативных эмоций, потому что они менее вероятно будут прогуливать и тому подобное. В сложных работах... Сложная работа — это где требования меняются на постоянной основе. Так что большинство менеджерских и административных позиций — это сложные работы, потому что вы не можете научиться работать раз и навсегда. И лучший показатель успеха на сложных работах — первый показатель — это IQ, и второй показатель — это добросовестность. И IQ примерно в три раза более влиятельен, чем добросовестность, как предсказатель успеха. И это первое измерение — простой против сложного. И второе измерение — вторая категорийная схема — это что-то вроде менеджерская, административная против предпринимательского. И предпринимательские типы стоят рядом с творческими. Так что лучший предсказатель предпринимательского успеха — во-первых, это IQ, а во-вторых, черта открытость, что есть измерение креативности. У предпринимательских типов чаще всего очень высокий показатель открытости, поэтому это ставит их рядом с художниками, а также с политическими либералами, потому что лучший предсказатель политического либерализма — это черта открытости. Менеджерские и административные типы, как правило, консервативны, а предпринимательские и креативные, как правило, либеральны. Так что, если вы предприниматель, у вас будет нестандартное мышление. Вы будете человеком, который, если вы слышите идею, это вызывает кучу разных других идей. И вы будете замотивированы, в первую очередь, интересом следовать этим идеям. Но вашей слабой стороной, скорее всего, будут организационные и административные способности. Так что часто полезно предпринимательским типам объединяться с управленческими и административными типами. Да, вы как будто описываете мою душу. Да, есть напряжение. Странное напряжение между делать одну вещь правильно, что вам нужно делать, если вы уже решили, что вы делаете, и выискивать повсюду что-то новое, чем имеет смысл заняться. Это разные области. Так что большинство компаний — это нелёгкое сложительство предпринимательских и управленческих типов. По мере того, как компания становится всё более авторитетной, управленческие и административные типы, как правило, начинают доминировать. Но потом это становится проблемой, потому что это значит, что компании становится всё сложнее двигаться в сторону, когда это необходимо. И это то, по-моему, почему так много компаний в итоге терпят крах. Потому что они теряют творческую голову. Вы об этом? Конечно, они теряют гибкость. И это забавно, потому что они пытаются максимизировать их способность внедрять. Но очень сложно делать это без одновременного несения расходов на сужение бизнеса. Так что дело вот в чём. Если вы знаете, что вы делаете, вам нужно нанять консерватора. Если вы не знаете, что вы делаете, вам нужно нанять либерала. Так можно думать об этом с точки зрения характера. Это также способ анализа политического ландшафта, чтобы понять хотя бы отчасти, почему вам нужны консерваторы или либералы. Да, я смотрю на бизнес как на семью. И в прошлом у меня в компании были только парни-предприниматели мало уже 25 лет. Почему мы их наняли? Потому что мы такими были. И как я выяснил, предприниматели, как правило, сначала нанимают версии самих себя, вместо того, чтобы быть более осознанными и думать. Я хаотичный и прерывающий, что мне нужно — это порядок. И, как вы сказали, хорошие административные навыки, добросовестность. Вы проходите через этот хаос найма людей, слишком похожих на вас, и получение слишком много мужской энергии или слишком много творческой энергии. Потом вы, возможно, реагируете и нанимаете много административных и добросовестных, и, возможно, теряете душу компании. И потом основатель пытается тащить компанию вперед, чувствуя, как его сдерживают все. Его нужно сдерживать, но его также нужно отпустить. Да, в этом проблема. Фундаментальная проблема в том, что большинство новых идей тупые, опасные и контрпродуктивные. И еще они меняют мир. Да, иногда меняют, но есть подмножество новых идей, которые, несмотря на то, что новые идеи опасны и разрушительны, и часто контрпродуктивны, и, как правило, не приводят к результату, некоторые из них абсолютно необходимы. И это вещи, которые нужно делать дальше. И это очень сложная для решения проблема. Это фундаментальная проблема инноваций. Большинство инноваций не обоснованы или не оправданы. Но некоторые из них абсолютно решающие. Но как вам их отличить? И ответ мы не знаем. Отчасти, чтобы делать это в динамической экономике, нужно позволить и поддерживать целое множество предпринимателей, производить их идеи, и позволить практически всем им провалиться, что довольно болезненно для предпринимателей. Но ограниченная ответственность и подобные структуры созданы, чтобы обезопасить это. Да, это то, что значительно недооценено. На левом либеральном конце политического спектра люди просто не понимают, насколько абсолютно революционная идея об ООО. Потому что ограниченная ответственность позволяет... Ограниченная ответственность позволяет вашей идее умереть вместо вас. И это очень важно. Да, иначе никто бы не брал на себя риск создания чего-то. Правильно. Никто бы не выдержал риска. Потому что если вы провалитесь, это уничтожит вас навсегда. Кто, черт побери, возьмет этот риск? Ограниченная ответственность — это невероятная технология. Я не могу поверить, что это придумали. Это как инновация, о которой мы все забыли, да? И это такая милосердная инновация. Мне что, можно налажать, и никто меня не убьет? Никто не бросит меня в тюрьму должников? Это не будет висеть у меня на шее до конца моих дней? Я действительно могу взять на себя риск? Потому что другая вещь, которую видно у предпринимателей, они лажают много перед тем, как стать успешными. Ну, то есть, вам нужно быть чертовски впечатляюще удачливым, чтобы ваша первая идея, когда вы не знаете, какого черта вы делаете, была впечатляющим успехом. Или, может быть, это хорошая идея, но вы не готовы. Или рынок не готов. Ну, то есть, другая вещь, которую люди не до конца понимают, если вы наивный предприниматель, вы думаете, «Все, что мне нужно сделать, это классный продукт». Нет, это примерно 5%. Это меня адски шокировало, когда я начал делать программное обеспечение, например, потому что мы предполагали, мы создавали программу, чтобы помочь людям отбирать лучших сотрудников, и мы так и не смогли продать ее, за исключением очень редких случаев. Но мы предположили, что если у нас будет отличный продукт, который будет проверенным, что он приводит к нужным результатам, и что он более эффективный, чем другие продукты на рынке, то продать его будет легко. Это настолько неверно. Продавать и продвигать — это невозможные вещи. Обожаю, когда люди говорят, что продукт продает сам себя. Это одна из тех вещей, когда ты не был в бизнесе долгое время. Да, потому что есть рыночное влияние, есть набор ваших навыков. У вас может быть классный продукт, но вы просто не готовы его продать, потому что у вас недостаточно опыта. Да, и вы не знаете, как его оценить, вы не знаете, с кем говорить, чтобы продать его. Вы можете потратить всю свою жизнь, особенно если вы продаете компаниям, что практически невозможно, говорить с неправильными людьми. И это кажется работой, и это и есть работа, но вы никогда в итоге не свяжетесь с тем, кто принимает решение. И потом вы не можете вытерпеть чрезмерную задержку. Например, вы думаете, «Я продам этот продукт большой компании, потому что, очевидно, с ними можно заключить большой контракт. Да, но есть связь между размером компании и отсрочкой внедрения. Отсрочка может быть годами. Это случалось с нами постоянно. Это было очень болезненно. Мы подбирались до самой точки подписания с большой компанией. И происходили внутренние изменения в управлении, и человек, с которым мы работали, исчезал. И мы такие, «О нет, что теперь?» Это на самом деле с нами произошло с очень большой компанией в Нью-Йорке. Мы были прямо на грани подписания контракта для использования программы и написания будущего, которое мы придумали, которое помогает людям планировать их жизнь. И в начале недели, на которой мы были готовы подписать контракт, директор ушел в отставку. Исчез. Это был, наверное, год работы, продаж и маркетинга. Просто испарился. И вам ни за что не платят. Вы ничего не получаете за 365 дней работы. Конечно, не получаете. И это также очень легко. Одна из вещей, которую техноинкубаторы делают очень плохо, по-моему. Они делают много вещей очень плохо, вообще говоря. Но одна из вещей, которая очень контрпродуктивна с людьми, которых они тренируют. Они делают акцент на развитии компании, но они не заставляют своих предпринимателей искать клиентов. Потому что ваш первый клиент — это наиболее сложная вещь, которую вы когда-либо сделаете в качестве бизнесмена. По моему опыту. Найти кого-то, кто реально заплатит вам первый раз. И это не ваша мама. Да, все верно. Это не член семьи, это настоящий клиент. И другая проблема, с которой сталкиваются люди, пытаясь продать новый продукт. Один из случаев, когда люди решают, что они что-то купят, это когда... А. Они знают кого-то, кто это уже купил. Или Б. Есть другие люди в их сфере, которые уже пользуются этим. И если ваш рекламный ход — нет, это новая революционная, и вы думаете, это прекрасный рекламный ход. Это так, если вы разговариваете с кем-то, кто предприниматель, берущий риск и заинтересован в революционных идеях. Но если вы говорите с менеджером среднего звена в компании, последнее, что этот человек хочет слышать, — это вы можете взять на себя риск и привнести это в свою компанию. А человек думает, «Я не хочу ставить мою работу или мою репутацию на кон ради вашего продукта, даже если он революционный. Отчасти потому, что если он будет успешным, меня, скорее всего, не наградят за этот успех». Когда мы продавали наше ПО для выбора сотрудников, например, мы были академиками, так что было много вещей, которые мы не знали о бизнесе. И одна из вещей, с которой мы столкнулись, — это было смешно, мы говорили с людьми, которые занимались наймом, и у них был определенный бюджет, который обычно был меньше, чем, потому что у них практически нет бюджета на найм, как ни странно. То, сколько мы брали за продукт, что было максимально скромно, превысило их бюджет. Мы сказали, «Слушайте, вы получите 250-кратную отдачу от этого». Пессимистично — это 50 крат. Реалистично — это 250. И верхний предел был около 500. Не надо думать, чтобы внедрить это. Но мы ограничены бюджетом на расходы. Что вы имеете в виду? Если мы наймем более продуктивных сотрудников, мы не будем вознаграждены за это. Нас просто накажут затрату больших денег изначально. Я подумал, «Но мы даже не можем с вами разговаривать, потому что я пытаюсь продать вам что-то, что принесет пользу вашей компании, но вам, как принимающему решение, в этом нет ничего, кроме риска внедрения нового процесса». Это просто поразило меня. О, я понял. Бюджет найма и бюджет продуктивности не связаны. Это как фатальное препятствие нашему процессу продажи. Это было... Мы многое узнали. И я вышел из этого всего бизнеса с гораздо большим уважением к людям, особенно к людям, занимающимся продажами. «Боже, это такая жесткая работа». И знаете, люди... Это легко для людей... Это даже популярный образ — быть несколько презрительным к продажникам. В Британии точно. Мы очень сдержаны, когда дело доходит до продаж в Британии. Я не ставлю рекламу в мой подкаст. Практически во всех американских подкастах есть реклама. Я не беру рекламу, мне не нужна прибыль, так что в каком-то смысле это мой внутренний реактивный художник, не хочет прерывать мою работу рекламой. Но если я начну ставить рекламу в свой подкаст, некоторым людям будет норм, но начнется небольшой бунт. Да, я думаю, это серьезная ошибка, потому что... Мы не отдаем должное дьяволу. Это очень-очень сложно быть хорошим продажником. И такие люди встречаются невероятно редко. Они невероятно ценны. И в этом нет ничего плохого. Это не делает вас плохим человеком. Вы не продаете свою душу. И это также... Откуда вы будете брать прибыль? Да, откуда в экономике будут браться деньги? Другая вещь, которая происходит с творческими и, возможно, предпринимательскими типами тоже, это то, что они испытывают презрение к бизнесовой стороне процесса. И это большая ошибка. Одна из вещей, которую я говорю людям, ориентированным на творчество, например, то есть они в предпринимательской категории, это... Слушайте, это практически невозможно монетизировать ваш продукт. Это первое, что вы должны понять. Возможно, вам повезет, и вы придумаете стратегию. Но если вы добавите презрение к процессам продажи маркетинга, к этой невозможности, то можете быть чертовски уверены, что все, к чему вы придете, это смерть от голода. Так что вам лучше отбросить ваше презрение к продажам и маркетингу, если вы хотите поддерживать себя по жизни. И это предварительное условие для ваших творческих стремлений. И институты искусств и аналогичные заведения делают абсолютно ужасную работу. Они не учат этому. Я был художником, я учился в институте искусств. Они не учат этому. Нисколько. Как вы собираетесь извлекать выгоду из своей деятельности, и как вы будете платить за ипотеку? На что вы будете покупать еду? Да, только с кисточками и фотоаппаратом. А художники в особенно ужасной позиции, потому что в области визуального искусства вы не только соперничаете со всеми художниками, которые есть сейчас, и их много, но вы также соперничаете со всеми мертвыми художниками, которые были, которые себя уже зарекомендовали, и у которых есть работы, которые все еще в обороте на рынке. Так что вам не нужно презрения к продажам и маркетингу в таких условиях. И вам также, наверное, нужно понять, что если вы хотите быть художником, то вы также будете вынуждены иметь, вынуждены иметь другую работу. Потому что, если только вы не хотите биться головой о стену, пока не пойдет кровь, это очень сложно. Я знал некоторых людей, которые были выдающимися художниками, их было очень-очень немного. Не знаю, встречал ли я хоть кого-то, кто мог зарабатывать этим на жизнь с самого начала карьеры в качестве некоммерческого художника. Невероятно сложно. Так что добавлять к этому презрение не помогает. Вам нужно быть очень благодарными, что существуют продажники и маркетологи. Хотя я и знаю, что в этом есть, как это назвать, элемент меркантильной коммерции, который в каком-то смысле вы можете рассматривать как неприятный с точки зрения высокой эстетики, но не путайте ваше невежество в чем-то таком важном, как продажи и маркетинг, с вашей нравственной чистотой. Это большая ошибка. Это большая этическая ошибка, и вы за нее заплатите. Я думаю, есть простые решения. Я хочу как бы резюмировать эту часть. Мне всегда нравилось продавать напрямую потребителю, а не бизнесу. Да, мне тоже это больше нравится. Я думаю, так у вас больше клиентов, и вы всегда с принимающим решения. Иногда это муж или жена, в чьих руках кредитная карта. В остальных случаях вы всегда с принимающим решения. Вы учитесь очень интуитивно и быстро. Вы получаете быструю обратную связь. В то время как, как вы сказали, если вы работаете с компанией, у менеджера и у компании разные мотивы, он не скажет вам правду, вам нужно будет разматывать это. Они даже не знают, что правда в некоторых случаях. Они не могут представлять свой бизнес, потому что они его не воплощают. Так что напрямую с клиентом это первое. Я думаю, второе это... Я думаю, скорее всего, правильно сказать, что продажам и маркетингу можно научиться. Но я также думаю, можно сказать, что продажи и маркетинг с большей вероятностью получатся с определенными чертами характера. Да, вам нужно быть экстравертным, например, и напористым. Также помогает быть эмоционально стабильным. Какой у вас процент отказов по продажам? 50 к 1? Да, это невероятно. Вы должны быть сделаны из железа, чтобы вытерпеть это. Потому что... Какой стандартный ответ на вопрос, хотите ли вы купить что-то? Нет. Это нет, идите прочь. Это хуже, чем нет. Типа нет, и вы меня бесите. И лучшее, что вы получаете... Ну... Это хуже, кстати. Так хуже. Если подумать, это среднее положение. Потому что с нет вы, по крайней мере, можете двигаться дальше. Все правильно, вы тонете. Эта проблема была с нашей попыткой продавать большим компаниям. Возможно, мы сделаем это. Когда? Да. Ну, возможно, в следующие 6-12 месяцев. После чего еще будет асрочка. 100%. Да, мы обнаружили, что в продажах на прямую потребителю значительно меньше стресса. И... И больше удовлетворения, потому что вы по-настоящему можете изменить человеку жизнь с хорошим продуктом. Да, точно. И еще вот что. У вас как бы есть идея, что вы нацелитесь на большие компании, пара контрактов и вы в шоколаде. Это как бы да, но вы умрете, пока будете ждать контрактов. И это так интересно думать об этом с точки зрения ошибки марксистской критики капитализма. Потому что марксистская критика была в чем-то вроде «Капитал скопится в руках меньшего и меньшего числа людей». И он скапливается, но люди меняются. И это то, в чем Маркс ошибся. С большими компаниями можно подумать, что большие компании поглощают весь капитал. Но дело в том, что они разваливаются. Причина их провала в том, что они становятся настолько большими, настолько тяжелыми, что они двигаются так медленно, что в итоге они сами себя истребляют. И вы осознаете это, когда пытаетесь им продавать. «О, у вас есть такое правило». «О, у вас есть такое правило». «О, у вас еще есть такое правило». А это правило значит, что мы должны полностью переписать нашу программу. И потом нужно сделать вот эти специальные доработки. И нужно согласовать это с 20 людьми. Да, это ужасно сложно. Марксистский капитализм — это одна из вещей, о которой я хотел поговорить изначально. Хочу вернуться к этому через минуту. Я сейчас разрываюсь от вопросов, и я знаю, что вам нужно идти в 12. Итак, тогда резюмируя дальше, кое-что сработало для меня и моего бизнес-партнера, потому что мы… Мне не нравится фраза «выросли с нуля», потому что, по-моему, никто не начинает с нуля, всегда нужны люди вокруг, но мы выросли с нуля с точки зрения «нам никто не давал денег, у нас не было семейных денег». Да, это сложно. И я думаю, дар в бизнесе, который мы вырастили, — это то, что мой бизнес-партнер очень добросовестный, очень аналитический, очень скептичный. Его ответ всегда — нет. Да, у меня тоже есть такой партнер. А я — противоположность. Так что это позволило мне заняться продажами и маркетингом, и позволило ему убрать за мной беспорядок — бухгалтерия, финансы, структура, организация. Всем, кто слушает, для кого продажи и маркетинг неестественный, и кто не хочет учиться этому, объедините с кем-то, кто хочет. Скорее всего, у вас будет хорошая команда. И это также очень важно понять, что эти вещи могут быть изучены до какой-то степени, но есть темпераментные склонности. Так что, если вы открытый технически — это черта характера по модели Большой Пятерки — для людей, которые слушают, у меня есть сайт understandmyself.com, и если вы хотите узнать ваш профиль Большой Пятерки, он вам его предоставит. И он разбивает каждую из пяти черт на два подкомпонента, так что это очень полезно. Вы можете пойти туда и узнать, какой у вас темпераментный шаблон. Если у вас высокая открытость, то вы склонны к предпринимательской деятельности. Если у вас высокая добросовестность, тогда вы ориентированы в сторону управленческой деятельности. Если у вас высокая уступчивость — служба поддержки. Неуступчивые люди? Неуступчивые люди хороши... Они также хороши в управлении, если они не слишком неуступчивы. Если вы экстраверт, это склоняет вас к продажам. Так что если вы нанимаете кого-то для работы, вам для начала нужно понять, что каждый человек не подходит на каждую работу. И вам нужно сопоставить человека и характер с работой. И если вы знаете свой темперамент, вы можете подумать, я предприниматель, у меня высокая открытость, но низкая добросовестность. Боже, у вас будет катастрофа при реализации. Вы не будете заполнять бумаги, вы не будете делать проверки. Вы — это бардак. Так что найдите кого-то организованного. Я не могу работать с кем-то организованным, потому что они будут меня ограничивать. Да, будут, и вам это нужно. В этом есть... Есть кое-что интересное в том, как работает мозг. Если вы хотите сделать точную корректировку вашим пальцем, лучший способ сделать это — давить в одном направлении и потом давить в другую сторону другим пальцем, потому что так вы сможете сделать невероятно маленькие изменения. Кажется, что система работает лучше, таким образом у вас есть левое и правое полушария, если есть динамическое противодействие. Вы думаете, я бы двигался гораздо быстрее, если бы на моем пути ничего не было? Не обязательно. Вы быстрее разобьетесь и сгорите. Вот именно. Вы сказали, что объединились с кем-то, чей характер противоположен вашему. Один из моих партнеров гораздо менее уступчив, чем я. И, я бы сказал, более организован. И гораздо более скептичен. И я всегда говорю, мы можем сделать это, мы можем сделать это, мы можем сделать то. Вот возможность, вот другая возможность. А он при этом говорит, намного из этого нет. Много из этого нет, и это расстраивает, конечно. Вы принимаете это лично. И потому что, если вы открытый, вы повсюду видите возможности, но быстрая смерть лучше, чем медленная мучительная смерть. И работа с кем-то, кто говорит «нет», предлагает вам возможность умереть быстро. И это действительно предпочтительно. Вы должны терпеть это напряжение от противоположностей, если собираетесь создать что-то длительное и действительно реализуемое. Я думаю, об этом жизненно важно говорить. И я думаю, в основном, в СМИ, в мире, в наших мнениях, я думаю, люди слишком односторонне. Все либо хорошее, либо плохое, белое или черное, правильное или неправильное, вверх или низ, слева или право. Продолжая вашу аналогию, одна из моих любимых групп — это Radiohead. Они очень популярны в Британии. Да, мне очень нравится Radiohead. Если их изучить, у них у всех очень разные музыкальные вкусы. И у них часто столкновения по поводу того, какую музыку они хотят написать. Барабанщик, когда они были популярны и компьютеры были слабые, говорил, почему бы нам не писать трех с половиной минутную попсу, это то, на чем мы поднялись. А Том Йорк — это противоположность этому. Как только мы стали большими и известными, номером один, я хочу делать что-то совершенно другое. Это мои слова, а не его, но что-то разрушительное, может быть, что-то чуть более анти-поп. И потом есть Джонни Гринвуд, у которого классическая школа. В то время как, когда Том играет на пианино, у него совершенно не классический подход. Если взять классического пианиста, он скажет, как Том Йорк так играет на пианино. Синхронность и все остальное неправильно. Все неправильно, но так получаются его преследующие мелодии. И я убежден, что пять сторон со всеми этими тени-толкает творческими столкновениями, с которыми им, наверное, пришлось научиться двигаться вперед, как стрела, потому что у них наверняка было много ссор. Мне кажется, для них это равносильно тому, чтобы быть такой группой, как они. И я могу сказать, работая с бизнес-партнерами, и у меня есть управляющие, у нас работает около 75 человек, потому что изначально я прогрессивно хотел нанимать всех таких, как я. Потом я хотел нанимать только противоположных. Потом это были только мужчины. И потом стало слишком много мужчин, слишком много тестостерона. То же самое со всеми женщинами, это приносит другую энергию. И я уверен, в семьях и в компаниях должен быть баланс. Да, все эти разные... Это настоящее разнообразие, это первый момент. Если вы хотите настоящего разнообразия, вы идете за разнообразием характеров. Не разнообразием по национальности или чему-то такому. Вам нужно разнообразие темпераментов. И не было бы, с точки зрения биологии, все эти разные темпераменты не существовали бы, если бы у них не было своей ниши. Потому что для них не было бы места. Дело в том, что люди на самом деле разные. И они разные, потому что различия необходимы в различных обстоятельствах. И еще одна причина пройти тест личности, я бы сказал... Во-первых, это открывает глаза, а я сказал своим детям пройти этот тест, о котором я говорил. Сколько лет вашим детям? Им уже за 20. Они прошли этот тест, когда были подростками. Потому что я тестировал на них вещи, которые разрабатывал. И я знаю своих детей довольно хорошо. Так я думал. Когда они прошли тест личности, он показал мне вещи о них, которые я неправильно понял. Это было очень полезно. Я думал, что моя дочь была гораздо менее уступчивая, чем на самом деле. Много стычек, которые у меня с ней были, происходили, потому что в то время у нее был довольно высокий уровень негативных эмоций. И я думал, что она была неуступчивая. А она не была, она очень уступчивая. Но она очень легко расстраивалась. Так что я научился в какой-то степени успокаивать ее, когда она расстраивалась, вместо того, чтобы спорить с ней. И это было невероятно полезно. И я думал, что с моим сыном было легко поладить, а он невероятно неуступчивый. Но у него очень низкий уровень негативных эмоций. Так что он никогда не расстраивался, так что с ним легко было находиться, но пытаться заставить его сделать что-то, чего он не хочет, было невозможно. Он просто этого не делал. Так что меня это шокировало. Хоть я и знал моих детей, и я квалифицированный психолог, я все еще неверно концептуализировал элементы их характера. Так что это было чрезвычайно полезным понять и по-настоящему начать ценить тот факт, что люди, которые думают не так, как ты, на самом деле отличаются от тебя. И есть области, в которых они лучше вас. В том-то и дело. С этими отличиями идет... Ваш темперамент — это набор преимуществ и их сопровождающих недостатков. И вы не получите преимуществ без недостатков. И фишка с открытыми людьми в том, что они креативны, но они повсюду. И если вы открыты и с высоким уровнем негативных эмоций, это жесткое сочетание, потому что открытость вас дестабилизирует. У вас нет стабильной идентичности, потому что вам интересно это, и вот это, и потом вот это. И может, вы можете с этим справляться, но если вы также тревожный человек, и у вас есть сложности с неопределенностью, вы просто уничтожаете себя своей креативностью. Как вы можете перестать быть тревожным, если вы не можете быть в одном месте больше одной минуты? Так что много людей, которые по-настоящему креативны и сильно невротичны, они просто убивают себя. И для таких людей рекомендую пытаться составлять чертово расписание, пытаться себя немного ограничить, потому что иначе вы просто сожжете себя нервным истощением. И это полезно, знать все это. Мы пытаемся сбалансировать эти парадоксы и иронии, потому что парадокс в том, что человек, который меньше всего хочет расписание и структуру, скорее всего, он нуждается в этом больше всего. По этому поводу у меня тоже есть совет. Допустим, вы человек, который прокрастинирует и ничего не делает, и, возможно, вы креативны, или еще что-то. Я бы сказал, учитесь пользоваться расписанием. Я не хочу быть ограниченным долбанным расписанием, для меня это как тюрьма. Справедливо. Это и есть некий вид тюрьмы. Это также вид порядка. Ну, и это также предварительное условие для дополнительных успешных творческих стремлений. Одна из вещей, которые я рекомендую делать людям, это использовать календарь, например, Google календарь, но не для того, чтобы расписать день, который им следует прожить. Используйте календарь, чтобы составить день, который вы хотите прожить. Потому что вы можете сделать календарь вашим другом, если вы не сделаете его тираном. Вам не нужно встраивать тиранов в систему. Вам нужно подойти к этому разумно. Потому что если вы будете расписывать ваше время, вы должны понимать, что есть вещи, которые вам нужно сделать, которые вам следует сделать. Потому что если вы не сделаете их, вы будете отставать, и это будет контрпродуктивно. Это не потому, что кто-то машет вам пальцем и говорит, что это моральный долг, хотя отчасти это может быть. Потому что есть обязанности, которые вы должны соблюдать, иначе вы еще больше отстанете, и обязанностей станет больше. И это плохой путь. Так что вы должны встроить некоторые из этих вещей в расписание, но многое в нем может быть. Хорошо, завтра. Я хочу прожить такой день, которым я буду очень доволен к концу этого дня. И я также хочу составить расписание, которому я бы следовал. Вы должны учесть ваши собственные недостатки. Составьте расписание и подумайте, сможет ли кто-то вроде меня сделать это? И если ответ нет, вы изменяете расписание до тех пор, пока вы не подумаете, что сделали бы все это, и что вы были бы довольны, если бы сделали это. Тогда расписание может начать становиться вашим другом. Я думаю, если вы не человек, который организован от природы, расписание должно быть вашим другом, иначе вы не будете им пользоваться. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за подписки. Всем хорошего дня. Пока.